Как тебе настроение? Как дела? Хорошо. Из детского сада сразу на съемки пару минут на укладку и можно в кадр. После участия в телешоу удивительные люди Стивен уже свободно себя чувствует перед камерой. А главное, этот проект дал ему возможность продемонстрировать свои уникальные способности. Я пастик быстрее всех собираю. На кастинге телешоу Стивен справился со всеми заданиями. Потом был одиночный поединок. Юному пазломану надо было восстановить фрагменты на трех картинках из 30 элементов. Тогда он потряс своим умением зрителей и вышел в финал программы, где на скорой соревновался с хореографом Евгением Папунаишвили в сборке абстрактной картины художника Жоана Миро и вновь одержал победу. Неожиданно это был такой шок. Мы хотели просто выступить, чтобы его заметили и пригласили на соревнования в виде исключения. Чтобы компании, которые занимаются разработками пазлов и изданием, пригласили его для участия, для конкурсов. Родители Стивена профессиональные шахматисты, поэтому проводили с ним тренировки в игровой форме буквально с пеленок. А вот техники собиранию пазлов его вообще не учили. Просто однажды Стивен попробовал и у него получилось. Сначала освоил 12 элементов, потом 24, 35, 54 и так далее. Сегодня он в легкую собирает картины из 160 частей. Пазлы для него это как уже некое выступление в виде, уже как спорт, потому что идут тренировки, идет формирование его выносливости, усидчивости, сообразительности. Здесь память очень хорошо развивается, да, и в то же время он видит результат конечный. В домашней коллекции уже собрано свыше 300 коробочек с пазлами, ведь тренируется Стивен каждый день по полтора часа. Участвовать в соревнованиях ему пока не позволяет возраст, а вот проект «Удивительные люди» дал мальчишке стимул развиваться в этом направлении. За участие в конкурсе юному пазламану подарили детский джип, которому он был безумно рад и уже задумывается об очередном участии в других телевизионных проектах.